День ходьбы День ходьбы День ходьбы С PCB День ходьбы АРИГУ Противопоказания Ну только если есть Тяжелое сердечное созудистые И то Наверное Нет противопоказаний Потому что Она профилактирует Наоборот Сердечно созудистые заболевания То есть Кто-то может Идти быстро У кого есть противопоказания Идти медленно Но Я всегда говорил Против структуры Идти нет противопоказаний Логично. И летом, и зимой можно заниматься. Совершенно верно, да. Сегодня есть, хотя палочки можно приспосабливать, и те же лыжные палочки. То есть можно, да? Я хотел спросить, специальные палочки? Конечно, да, да. Есть специальные палочки. Ну, люди могут себе не позволить, допустим, специальные палочки. Можно лыжные палочки приспосабливать. Поэтому люди действительно сегодня гораздо абсолютно на все. А самое главное, что хорошо, что они хотят заниматься спортом. Игорь Петрович, вот у вас в ВУЗе спорту вообще большое внимание уделяется. Во-первых, я знаю, что совсем недавно студенты вашего университета опять победили на чемпионате или на Олимпиаде на какой-то? Чемпионат Российской Федерации, да. Это приятно осознавать, что сегодня поддерживается здоровый образ жизни. Врач должен быть здоров телом и духом. Здоровый теле, здоровый дух. Да. Вторая профессия врача, к вам говори. Мы в том году впервые стали в Санкт-Петербурге. Командный. Девять видов спорта. В этом году поехали как чемпионы России и выиграли в Казани. Это где проходила универсиада. Ребята, конечно, довольны. Ребята молодцы. Это не мешает им заниматься основным своим? Нет, вы знаете, что многие бюджетники и многие еще и на повышенной стипендии. Тогда им дает, наверное, какой-то стимул, потому что там там приезжают. Они обязательно отрабатывают занятия, которые пропустили. Потому что, конечно, в первую очередь надо стать врачом. Но они подают хороший пример. Потому что это здоровье. Призовые места, да, у вас заняли? Первое место. Три первых места. Это общероссийское было, да? 47 вузов медицинских. Московский, Санкт-Петербургский, Казанский, Воронежский, Ростов-на-Дону. И, как все говорят, какой-то Алтайский край. Теперь мы заявили о себе. Уже не какой-то, да? Да, уже не какой-то. Будете как-то поощрять вот этих ребят, которые... Да, обязательно. Вот они приехали, я с ними сегодня встречался. Три первых места. Потому что там дается общекомандное место. За мастерство много выигранных первых мест. И за массовость. Мы отвезли туда 54 студента. Эти ребята будут участвовать в акции, вот этот день ходьбы? Да, обязательно. Потому что информация была, что больше ста студентов вашего университета примут участие, да? Да, больше ста студентов. Конечно, хотят гораздо больше участвовать, но больше ста студентов придут, действительно будут участвовать. И эти будут участвовать, и будут все желающие участвовать, то есть которые выйдут на трассу даже самостоятельно. Можно вообще сказать, что вот скандинавская ходьба, Это не только вид спорта, но это, как вы правильно сказали, зарядка, необходимость для людей, для того, чтобы поддерживать, не только для реабилитации, но вообще в принципе ежедневно заниматься этим. Совершенно, это и нужно. Вы правильно подчеркнули, это не вид спорта. Это когда вид общедоступного одного из спортивных мероприятий, это хорошее зрение физкультуры. Во-первых, можно заниматься в любое время года, в любую погоду, утром или вечером, как удобно. Пойти, расслабиться, отдохнуть, погулять по лесу. Просто что, когда просто человек гуляет, работают, будем говорить, одни мышцы, когда скандинавская, то есть помогает еще палочками, на которых опираешься, правильно идешь. Совершенно, и работают еще и другие мышцы, и соответственно работает все тело. И поэтому она действительно придумана именно как раз для всех видов, после того, когда пришел в спорт, а самое главное, для любого возраста полезно. Вот эта книжка, с которой вы пришли к нам в гости, что это за книжка? Покажите ее, пожалуйста, расскажите. Я вот хотел сказать, это вот Александр Тихонов, это всем известный, знаменитый олимпийский биатлонист. Как раз действительно, это тоже та же самая ходьба. Это лично им подписано, вузу подарено, как раз вузу подарено за то, что у нас развивается спорт, что у нас ребята любят физкультуру. И вот, конечно, это ценный подарок ребятам, которым я покажу. У нас есть, потому что, будем говорить, еще и лыжные гонки. И вот я знаю, что могу сказать, благодаря тому, что и Мария Ракшина Александровна Федорович как раз лыжник и биатлонист, он нам помогал в лыжных гонках. 22 года неба лыжных гонок, и зимой мы впервые провели чемпионат Российской Федерации, еще отдельно по лыжным горкам, у нас именно в Алтайском крае. И Александр Федорович помогал, мы тоже выиграли. Чемпионат России, среди медицинских вузов, студентов, да. И Александр Федорович как раз принимал активное участие, помог. Поэтому вот сегодня вместе тоже студенты пойдут на ходьбу на скандинавскую. Игорь Петрович, честно скажите, вы, наверное, спортом тоже всю жизнь занимались? Да, всю жизнь занимался и занимаюсь, и могу сказать, что я сегодня тоже перешел буквально два месяца тоже на вот эти палочки. Совершенно верно. Чтобы проверить на себе, да? Да, ну то есть, видите, уже я занимался борьбой, уже сегодня тяжеловато заниматься борьбой, потому что и время нужно для того, чтобы и травмы есть. И вот именно скандинавская ходьба, она действительно для любого возраста. Единственное, что только название, да, скандинавская, потому что она, видимо, зародилась, да? Да, она зародилась там, в тех странах, конечно, правильно вы сказали, будем называть хорошая физкультурная ходьба, потому что она в России у нас с вами. Но она все равно отличается все-таки от бега, да, от спортивной ходьбы, так называемой. Как вы правильно сказали, именно благодаря тому, что с помощью палочек, потому что многие не понимают этого, они думают, что это как-то смешно даже выглядит. То есть палочки тоже позволяют работать и другой, то есть группе мышц. Да, потому что это на все виды мышц, на все органы, и вы сегодня посмотрите, очень хорошо, мы должны это пропагандировать, что люди у нас не стеснялись, у нас люди стесняются. Да, есть такая. А сегодня, посмотрите, многие уже начали, пожилого возраста люди, берут с собой внуков и идут прогуливать, да просто погулять по свежему воздуху. Этого, кстати, не хватает. Вот мы говорим, вот как в Европе, в Америке, продолжительность жизни. Мне кажется, это связано одно с другим, это же просто необходимо, заниматься спортом именно таким доступным, ничего сложного нет. Как вы сказали, вот палочки, можно даже обычные лыжные, то есть приспособить. Обычные, некоторые начинают с лыжных палочек, идут, занимаются, и все, но летом нужно надеть, допустим, там резиночки на них. А так, да, они, в принципе, и доступные, такие дорогие палочки, чтобы сегодня купить. На таблетки больше тратим, и поэтому я думаю, что нужно и стратить на палочки, и меньше стратим на таблетки. Можно сказать, что молодежь тоже увлекается, но я, если честно, в основном видел, конечно, старшее поколение. Ну, я как говорил, то есть, видимо, это связано с реабилитацией, да. Но молодежи тоже, я так думаю, что не противопоказано этим заниматься. Нет, даже нужно. Вы правильно говорите, вот просто это нужно зародить. Понимаете, это новое. Кто-то стесняется из молодежи, потому что в основном пожилого возраста люди профилактируют себя после заболевания или просто профилактируют заболевание. Как раз больше нужно в массовость, вот сегодня хорошее это будет мероприятие, 21 мая как раз, то есть показать массовость вот этой ходьбы. Уберем слово, так сказать, наше, не иностранное слово, просто уберем слово ходьбы, слово профилактики. Поэтому я думаю, что это очень хорошо, чтобы действительно это чаще проводить, это проводить массово, проводить и показать, что это нужно делать. Игорь Петрович, большое спасибо вам за такую содержательную беседу. Встретимся на трассе здоровья 21 мая в 10 часов, если не ошибаюсь, там начало будет. Буду принимать участие. Вам спасибо. До новых встреч. Я напоминаю, что у нас в гостях был ректор Алтайского государственного медицинского университета Игорь Петрович Солдан. Спасибо за внимание, до встречи. Продолжение следует...